Время новостей на первом областном канале в студии Анастасия Петраш. Здравствуйте и смотрите в сегодняшнем выпуске. Платят исправно, амурчане стали лучше платить за капремонт. Плачущий бизнес, благовещенские предприниматели жалуются на неподъемный налог на недвижимость. Водные процедуры в областной столице отмыли памятник Ленину. Дали клятву, впервые в благовещенский кадетов посвятили в юнормейце. Зеленая Россия 29 апреля, вся страна выйдет на массовый субботник и посадку деревьев. Об этом и не только. Поговорим в ближайшие минуты. Не переключайтесь. Амурчане исправно платят за капремонт. К примеру, в марте взносы за ремонт многоквартирных домов внесли 96% населения. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была всего 83%, а в 2015-м у того меньше всего 71%. По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергея Гордеева, своевременная оплата счетов позволяет вовремя проводить срочный ремонт и поддерживать в хорошем состоянии общее имущество собственников многоквартирных домов. Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья продолжится и после 1 сентября. Губернатор Амурской области доложил президенту России, что Преамурье из-за масштабного наводнения 2013 года не смогло уложиться в установленные рамки. И попросил главу государства продлить действия программы еще на несколько лет. В рамках федеральной программы из аварийного фонда уже было переселено 7 тысяч человек. Построен 101 дом в 17 муниципальных образованиях области. Для завершения программы необходимо сдать еще 195 тысяч квадратов жилья. По результатам госсовета будет принято решение о продолжении программы именно сроки ее реализации. То есть программа, конечно, никогда не будет прекращена, она будет обязательно завершена и все граждане будут расселены. Но сроки будут установлены. И мы для себя надеемся, что это будет решено именно на госсовете, который состоится в начале мая. Больше всего жилья в рамках этой программы сдали в городах Свободный, Белогорск и Благовещенск. Только в областной столице на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья будет потрачено более 1 миллиарда 200 миллионов рублей, на которые будет закуплено 1215 квартир. Мы за 2016-2017 год приобрели порядка уже 378 квартир для переселения. Это в строящихся домах. Вот сегодня за моей спиной буквально дом строят, в котором будет поселено наших 137 жителей, которые живут в аварийных домах. Ну и сейчас ведем проработки с застройщиками и на вторичном рынке для продолжения, для реализации программы. Ежедневная планерка. По поручению губернатора контроль за выполнением работ на многострадальном объекте в микрорайоне Европейский будет в два раза больше. Теперь каждый день, утром и вечером планируется проведение планерных совещаний, на которых вместе со специалистами и представителями профильного министерства присутствуют дольщики. Параллельно с этим строящийся объект обследует организация «Блакпроект». Специалисты производят техническую экспертизу здания. Перед продолжением строительства необходимо удостовериться в прочности несущих конструкции, а также фундамента. На днях планируется получить необходимое заключение. За текущую неделю запустили в работу машинный кран, подключили. Завоз материалов проводится, железобетонных изделий, кирпича. Напомним, что в результате проделанной работы правительством области в октябре прошлого года был сдан в эксплуатацию один из трех проблемных объектов, возводимых компанией «Городок», расположенный на улице Октябрьской. Очень рады. Сейчас завершаем ремонт. Готовы уже заселяться. Мне нравится, что у нас благоустроенный двор, есть детская площадка. В принципе, доделано все. В настоящее время более 150 дольщиков этого дома уже получили квартиры. Остальные еще оформляют права собственности. В Росреестре увеличилось число обращений от предпринимателей, которые желают оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости. Дело в том, что в 2015 году произошли изменения в налоговом законодательстве. Налог стали исчислять, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости. В итоге многие бизнесмены жалуются, они должны уплатить в казну неподъемные деньги. Вопрос оспаривания кадастровой стоимости рассматривает специальная комиссия. На очередном заседании побывала наша съемочная группа. Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем работу комиссии. Очередное заседание у нас. Екатерина Анатольевна, доложите, пожалуйста, сегодня сколько у нас присутствующих за дверью. А за дверью тем временем решений комиссии ожидает 10 бизнесменов и представителей администрации одного из муниципалитетов. В коридоре между собой делятся, кому какие суммы пришли из-за нового исчисления налогов. У всех одна беда. По мнению предпринимателей, кадастровая стоимость их объектов недвижимости была переценена. Например, бизнесмена Серышева Олег Башинский держит в поселке небольшой магазин. Здание, говорит, 1955 года постройки. А вот платить налог за него сейчас придется чуть ли не как за памятник архитектуры. По оценке до 2010 года оно стоило 530 тысяч. В 2011 году оно почему-то каким-то образом стало стоить почти 4 миллиона. 3 900, ну с копейками я не точно помню, точную цифру не помню. У меня вопрос, откуда берутся эти цены? Кто оценяет, не уезжая на места? Да. Объясните мне. Это что у нас? Памятники архитектуры. Приходит налог 74 тысяч. Вы представляете налог для поселка городского типа 30 тысяч населения? Олег Башинский подсчитывает. В месяц его магазин приносит примерно 200 тысяч рублей дохода. После уплаты ежемесячных налогов, сборов, зарплаты продавцу и так далее. Остается примерно 20 тысяч рублей, рассказывает предприниматель. Поэтому и новая сумма налога для него неподъемная. Для сравнения, раньше он платил примерно полторы тысячи рублей. Проще говорит, магазин и вовсе закрыть. Чтобы разобраться с начислениями, предприниматели оспаривают кадастровую стоимость объектов недвижимости. Решение принимает комиссия. Сейчас ее заседание проходит чаще, чем раньше. Обращений много. На комиссию предоставляется отчет оценщика, который заказывает сам заявитель, заявление. И документы, которые он считает необходимыми. И плюс еще документы, подтверждающие право собственности заявителя на этот объект. Либо, если это касается земельных участков, это могут обращаться не только собственники, но и арендаторы земельного участка. Потому что арендная плата тоже зависит от кадастровой стоимости объекта. Новую оценку объектов проводят специалисты Национального совета оценщиков. Их представитель также входит в комиссию. Предприниматель или физическое, или юридическое лицо дает заявку на оспаривание кадастровой стоимости в размере рыночной. Мы запрашиваем нужные документы в соответствии с законодательством. Обязательно выезжаем на объект, осматриваем его, фотографируем. Даже если оценка была произведена, она, как правило, ретроспективная. Допустим, оценка земельных участков была произведена на 1 нояря 2013 года. Но все равно мы должны иметь представление об этом участке. Или, допустим, оценка оксов была произведена на 1 нояря 2016 года. Ну, мы должны все равно сфотографировать, осмотреть объект, окрестности, чтобы иметь о нем представление. По словам Сергея Ячнева, примерно в половине случаев происходит снижение кадастровой стоимости объектов. Тем временем в ведомстве озвучили два варианта обращения в комиссию с целью снижения кадастровой стоимости недвижимости. Первый – в случае, если были указаны недостоверные сведения об объекте по каким-то техническим ошибкам. Например, указан размер помещения в 200 квадратов, а на деле оно всего 50. Второй вариант – установление рыночной стоимости вместо кадастровой. В свою очередь, говорят в комиссии, больше всего обращение об оспаривании стоимости поступает из Благовещенска. В силу того, что бизнесменов здесь больше. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, Первый областной. 22 апреля – 147 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Сегодня в каждом городе России есть памятник вождю мирового пролетариата. В одном только Благовещенске установлено семь скульптур, одна из которых является по-настоящему уникальной. Композиция, что стоит в сквере Центра эстетического воспитания, третья, установленная Ильичу в Советской России и является памятником культурного наследия. В преддверии очередной годовщины дня рождения Ленина скульптуру отмыли от накопившейся за зиму пыли и грязи. Подробности в нашем следующем материале. Водные процедуры для бронзовой скульптуры начинаются с обильного душа шампуня. Состав самый щадящий, чтобы не повредить раритетную скульптуру, которую установили в Благовещенске ровно через год после смерти Ильича. Мы используем щадящие растворы, щадящие шампуни, они специально для бронзы, но в целом они особо ничем не отличаются от обычных автомобильных шампуней, но только за исключением того, что в эти шампуни добавляется компонент, который способствует необразованию дополнительной патины. Май 1925 года на главной площади города поистине историческое событие для того времени. В сквере возле торгового магазина Чурина торжественно открывают памятник Ленину. Скульптура вождя мирового пролетариата выполнена в полный рост Ильича и установлена на основании избутового камня. Композиция стала подарком благовещенцам от рабочих Путиловского завода, где ее и отлили по эскизу скульптора Козлова. Были собраны средства, но путиловцы отказались брать деньги из чувства пролетарской солидарности, изготовили памятник, можно сказать, в подарок его прислали. Благовещенский Ленин стал третьим памятником этому историческому деятелю в России. А сквер, где навечно установлена скульптура, стал не только местом для проведения всех крупных коммунистических митингов и съездов. Здесь принимали в пионеры, но только отличников. И каждое 22 апреля, в день рождения Ильича, к его монументу несли цветы. Сотруднику Центра по сохранению культурного наследия Амурской области Сергею Кобычеву доверили омыть памятник вождю. Впрочем, сам Сергей, несмотря на споры последних лет вокруг Владимира Ильича, говорит, что для него это великая честь. Ведь он вырос на его идеях. Я же вырос вместе с именем Ленин. Был октябренком, пионером, танцомольцем. Скульптуру Ленина моют не так часто. Последний раз это было два года назад. В этот раз так совпало, что приводить в порядок памятник решили как раз накануне дня рождения Владимира Ильича. На то, чтобы очистить всю грязь, понадобилось чуть больше 20 минут. Последние штрихи водой с изваяния смывают остатки шампуня. И Ленин вновь как новенький. Юрий Камышный, Роман Юдаков, Первый областной канал. Более 40 саженцев березы и белой сосны амурские депутаты и сотрудники аппарата ЗАГСобрания высадили на аллеи возле ИПК Приамурья. Навести порядок на подведомственной городской территории решили не случайно, а в рамках акции «Чистый город». За время Большого субботника, в котором участие приняли более 50 человек, специалисты вывезли несколько грузовиков мусора и собранной листвы. Как это было, смотрите далее. Восстанавливаем погибшие деревья, убираем мусор, который за год скопился здесь. Ну и надеемся, что сегодня посадочные деревья, которые мы посадили, все-таки выживут. Граждане отнесутся к этому с пониманием, поскольку на Новый год не будут срубать эти веточки. Зеленые насаждения вырастут и будут радовать нас круглогодично. Хотелось бы, чтобы наш город был красив, так же, как и область, хоть что-то превознести. Природу принести в город. Ежегодно данное мероприятие проводится. За к собраниям каждый год выходим, убираем территорию, подсаживаем деревья, для того, чтобы наш город все-таки зеленел. Все больше и больше, деревья росли все глубже. И зеленые были. Ну, что еще хотелось сказать. В этот год год экологии, поэтому непременно приняли участие весь коллектив законодательного собрания. Зеленая Россия 29 апреля. Вся страна выйдет на массовый субботник. Единая экологическая акция объединит все российские регионы от Крыма до Камчатки. Не останется в стороне и Преамурья. Инициатором акции выступило Министерство природных ресурсов и экологии России. Предполагается, что на уборку выйдут представители региональных и муниципальных властей, волонтеры и, конечно же, школьники и студенты. Они очистят территории вблизи населенных пунктов от бытового мусора, а также приберутся на береговых зонах вдоль водных объектов и парковых территорий. Также планируется высадка деревьев. Для этих целей только в Благовещенске было закуплено полторы тысячи саженцев. Присоединиться к акции может любой желающий. Можно внести свой посильный вклад в дело экологии и благоустройства, наведя, к примеру, порядок в своем дворе. Впервые Благовещенских кадетов посвятили в юноармейцы. В торжественной обстановке 90 учеников лицея номер 6 дали клятву верности Всероссийскому движению юноармия и кадетскому братству. С этим знаменательным событием юноши и девушек поздравила мэр Благовещенского Валентина Калита, а также герой Советского Союза генерал-майор Юрий Викторович Кузнецов. Мы, вступая в ряды юноармии, реализуем своих товарищей, даже если наклянемся, всегда быть верным своему отечеству и юноармейскому братству. Клянемся! Клянемся! Быть честными, следовать традициям доблести, защищать слабых, вести здоровый образ жизни, чтить память героев. Эти и многие другие заповеди прописаны в клятве, что дали ребята при посвящении в юноармейцы. На сегодня во многих регионах России членами юноармии становятся тысячи молодых людей. Посвящение кадетов в ряды военно-патриотического движения в Благовещенске прошло впервые. Это очень знаменательный день. Мы это первое открыли, это направление во Мурской области. И мы гордимся этим, что мы первые. Первыми юноармейцами в Благовещенске стали кадеты лицея номер 6, ученики 2, 3, 6 и 7 классов. Всего 90 человек. Это военно-патриотическое движение. Каждый юноармеец имеет значок, нагрудный знак, имеет удостоверение юноармейца. Нашими основными мероприятиями являются это вахты памяти, это помощь ветеранам, это различный ряд целых мероприятий, посвященных празднованию 9 мая. То есть тот комплекс мероприятий, которые мы уже достаточно успешно проводим в школе, вот ребята сейчас будут еще и юноармейцами. Всероссийское военно-патриотическое движение «Юноармия» направлено на укрепление обороноспособности страны, а также на воспитание в молодом поколении доблести, отваги, отзывчивости. С этим историческим событием, с первым посвящением Благовещенских ребят поздравила мэр областной столицы Валентина Калита и герой Советского Союза генерал-майор Юрий Викторович Кузнецов. Я поздравляю вас с сегодняшним днем, желаю вам счастья, здоровья и успехов. Сегодня наши ребята, школы номер 6, принимают российскую эстафету, принимают эстафету Амурской области, юноармейцы. Это звучит сегодня по-особенному, поскольку сильная Россия, великая Россия должна быть защищена. И сегодня, в преддверии Великого Праздника Победы, на площади Победы, сегодня, ребята, у вас замечательный, очень важный в жизни день. Вы сегодня будете давать клятву верности нашей стране, клятву верности своей гражданской позиции. И я с удовольствием присутствую на этом замечательном мероприятии и желаю вам быть достойными жителями России. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища выступили наставниками посвящения кадетов юноармейцы. На торжественной церемонии защитники Отечества передали ученикам лицея флаг патриотического движения. Вероника Федореева, Максим Шейкин, Первый областной. На стадионе «Спартак» стартуют соревнования по хоккею среди детских команд. Мероприятие будет проходить в рамках всероссийского турнира «Добрый лед» с 21 по 23 апреля. Бороться за награды будут ребята 2005-2006 годов рождения. В первом этапе соревнований примут участие четыре детские команды из Благовещенска, Свободного и Райчихинска. Торжественная церемония открытия состоится сегодня в 18 часов. Команда «Победитель» примет участие во втором этапе соревнований – турнире «ДФО», который пройдет в октябре-ноябре в поселке Ванино Хабаровского края. На этом у меня все. Читать новости можно на сайте amurlenta.ru, а пересматривать понравившиеся сюжеты в социальных сетях на страничке Первого областного канала в Facebook и Одноклассниках, а также на сайте amurobull.tv. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова